Здравствуйте, меня зовут Анна Бережна, и сейчас все о самых интересных культурных событиях на ближайшие дни. На оперу «Ночь перед Рождеством» Николая Римского-Курсакова приглашает Мариинский театр. Сюжет «Гоголевской ночи» перед Рождеством пользовался необычайной популярностью. Известный поэт Полонский сделал на его основе либретто, а дирекция русских императорских театров объявила конкурс на создание оперы по этому сценарию. Римский Корсаков не принял участия в конкурсе, однако исторически именно он одержал в нем победу. Его «Ночь перед Рождеством» стала самым долгоживущим и репертуарным произведением на данную тему. Начало в 19.00, стоимость билетов от 300 до 6000 рублей. Закрытие 27-го фестиваля классической музыки «Дальневосточная весна» состоится в Приморской краевой филармонии. В первом отделении исполнят концерт номер один для скрипки с оркестром Никола Паганини. Паганини – величайший из виртуозов, открывший новую эру скрипичного исполнительства, положивший начало новому типу романтического концерта. В двух последующих отделениях концерта представят композицию по опере «Мадам Баттерфляй» Джакома Пучини. История трогательной и печальной любви юной японской девушки легла в основу либретто-оперы. Молодые артисты, участники оперной студии Дальневосточного государственного института искусств, выступят в сопровождении Тихоокеанского симфонического оркестра. Начало в 18.30, стоимость билетов от 400 до 800 рублей. На юбилейный вечер портрет «Литературная мастерская критика» приглашает библиотека имени Максима Горького. Гостей ждет разговор с Александром Лобачевым, филологом, редактором, литературным критиком, галеристом, искусствоведом, членом Русского пенцентра и Союза художников России и лауреатом Дальневосточной премии имени Матвеевых. Александр Михайлович – участник многих широко известных издательских проектов Тихоокеанского альманаха «Рубеж», в том числе составитель, автор вступительной статьи и редактор первого тома уникальной антологии литературы Дальнего Востока, в которой вошла проза Приморского края. Начало в 17.00, вход свободный. Спектакль «Герои нашего времени» дадут в Театре молодежи. Начало в 18.00, стоимость билетов от 200 до 400 рублей. Премьера в Театре имени Максима Горького. Спектакль «Сергей Есенин. Исповедь». Действие разворачивается в 20-е годы 20 века, последние годы жизни поэта. Множество стихотворений Сергея Есенина и реальных людей из его окружения переплетаются с вымышленными ситуациями и персонажами, а иногда и мистическими сюжетными линиями. Спектакль «Есенин. Художественный вымысел», основанный на моментах биографии и ни в коем случае не претендующий на документальное произведение. Режиссер-постановщик, народный артист России Ефим Звенятский. Начало в 18.30, стоимость билетов от 400 до 2000 рублей. Посвященная путешествиям фото-выставка «Я видел» откроется в Большом Гуме. Коллекция впечатлений от посещения 15 стран, фотографии уклада жизни людей в разных уголках планеты, традиции, красота природы, необычная архитектура. Автор – фотограф из города Арсеньева Денис Киричек. Открытие в 12.00, вход свободный. А в театре «Тан» пройдет спектакль «Читка», разговор которого не было. Этого разговора никогда не было и не могло бы быть никогда. Разговор мертвого с живым. Мы часто откладываем на потом разговоры, которые могут многое изменить. Нам некогда, мы бежим по своему жизненному пути, не оглядываясь и на этом бегу теряем друзей. Несмотря на то, что сюжет спектакля довольно жесткий, в нем много юмора, добрых воспоминаний о бесшабашных поступках юности, которые есть у каждого поколения и у всех друзей на свете. Начало в 18.00, стоимость билетов от 400 до 600 рублей. Владивостокский волейбольный клуб «Приморочка» в рамках чемпионата России среди клубов высшей лиги А проведет матч с клубом «Тулица» в спорткомплексе «Олимпийц». Начало в 17.00, вход свободный. Соревнования по автозвуку состоятся на центральной площади Владивостока. Начало в 10.00, вход свободный. На спектакль «Будьте здоровы» приглашает драматический театр «ТОВ». Начало комедии в 15.00, стоимость билетов от 350 до 500 рублей. На встречи диалоги на английском с носителем языка всех желающих приглашает библиотека «Бук». Ведущий Фрэнсис Ландивар. Участники встреч говорят и делятся мнениями на различные темы. Главное правило – разговаривать только по-английски. Начало в 12.00, вход свободный. А в театре молодежи дадут спектакль не опера нищих. Авторы постановки предлагают антиутопическую модель общества, придуманную 300 лет назад великими Джонатаном Свифтом, Александром Поупом и Джоном Геем. Вы попадете в среду обитания маргиналов и увидите, что там живут по модели традиционного общества. Такие понятия, как мораль, любовь, честь подменяются алчностью, распущенностью и корыстью. И это схожесть в пороках разных социальных групп практически стопроцентная. Начало в 18.00, стоимость билетов от 300 до 500 рублей. Пока на этом все. Хороших праздничных выходных и до встречи на культурных площадках Владивостока.